Владимир Владимирович, сегодня попросил тебя выйти по двум поводам. Владимир Владимирович Корнилов, у нас в эфире телеграмма. Первый мы уже видели. Нет, первый действительно, это трагический день в истории Украины, когда были нарушены все основополагающие документы, и когда русский язык насильственно был выброшен из зоны общения. И это, конечно, абсолютно нацистское решение. Я думаю, что Бандера с Шухевичем сейчас танцуют от счастья, примерно так же, как Зеленский на этом видео, от того, что они поборолись с русским языком. А второе, это говоря опять же о свободе слова и языке, о том, что же произошло с Иларионовым, потому что я прочитал ваш великолепный совершенно пост, телеграм-канал Корнилов, Владимир Владимирович его написал для Арти, Арти его опубликовал. Так что на ваш выбор начинайте, чего хотите. Кстати, после Владимира Владимировича у нас будет серьезнейшая тема. Это приговор Владимиру Санкину, который, я считаю, надо освобождать. Ему дали 8 лет за убийство педофила. Ну, об этом мы поговорим попозже. Ну, да, история с Иларионовым, она показательна, конечно, во всех отношениях. Мы уже много говорили о том, во что превратилась свобода слова в кавычках, теперь уже можно говорить это понятие в Соединенных Штатах Америки. Но вот история с Иларионовым, старым, вечным критиком России, ну, вечным, последних лет, во всяком случае. Я помню его колонки эти, где он писал, свобода слова – это свобода свобод, это мать всех свобод. И вот, пожалуйста, посмел человек опубликовать, причем в личном, в частном, в живом журнале, на русском языке, пост, где, в общем, очень критично отозвался о результатах выборов США, где он делал их под большое сомнение, где заявил, что Штуру Капитолия – это провокация левых сторонников Байдена, причем, якобы, он там даже был и видел все это. Вот, ну, то есть написал свое мнение, значит, сравнив это с поджогом Рейхстага. И смотрите, и сразу же, во-первых, донос, конечно, политику сразу об этом пишет большую статью. На следующий день сразу же его вызывают, институт Катона, где он работал, заметьте, либертарианский институт, институт, который славился там своим, как бы, либеральным таким подходом ко всему, свобода слова полная, это высшее, высшее вообще достижение и высшая ценность. И вот все проводят совещание, вызывают Иларионова на ковер и прощаются с ним. Причем Иларионов прямо пишет, что вот, пригласил его руководитель и сказал, что из-за этого личного мнения на личном сайте, да, все дальше сотрудничество с ним невозможно. Нельзя, понимаете ли, сейчас критиковать результаты выбора. Я в этой связи вспомнил старый, казалось бы, да, наш классический советский анекдот, когда русский и американец спорят там, когда американец говорит, вот я могу смело выйти на любую площадь, да, и критиковать своего президента, президента США. А русский говорит, чё, так и я могу выйти на любую площадь и критиковать президента США. Так вот, сейчас все с точностью, да наоборот. Сейчас вам любой русский блогер там, неважно какой, может смело писать, да я могу спокойно критиковать результаты выборов в России, а американский там блогер, политолог, кремленолог, неважно кто, может смело писать, смело отвечать, да и мы можем смело критиковать результаты выборов в России. В Соединенных Штатах Америки нельзя никому поставить под сомнение итоги выборов президента США невозможно, тебя сразу зачистят. И главное, мне нравится одному из наших тут, так сказать, СМИ, либеральных опять-таки, дает комментарий пресс-служба института, американского института Катона этого самого, и поясняет, нет, ну да, вот мы с Иларионовым простились, мы не будем комментировать почему, но мы ценим его заслуги в критике путинского режима, значит, России и так далее. То есть, ну, по сути, перевожу на наш язык, вот с этого американского либерального языка, да, вот мы же звали Иларионова туда зачем? Чтобы он мочил путинский кровавый режим, Кремль, Москву, а он посмел, видите ли, замахнуться на наши святые выборы американские. Нет, вот этого мы никому не позволим. Неважно, гражданин ты США, гражданин ли России или чего-то там еще, но тем не менее, вот это, вот это просто зашквар, это уже невозможно. Вот вам и вся свобода слова. Вот как реально на самом деле все это устроено там, у них в Соединенных Штатах Америки. Эти события последних нескольких дней, недель, они, конечно, сильно бьют по всем этим лозунгам наших российских доморощенных либералов об Америке, как, значит, сияющем граде на холме. Мы теперь видим на самом деле, как они относятся к таким же событиям, которые они же организовывали в других странах и республиках, и которые они вновь собираются организовывать у нас, как вы видите и как вы понимаете. Ну, то есть вот эти двойные стандарты сейчас проявились с особой наглядностью. Кстати, интересно, завтра во Внуково Викторию Нуланд с печенюшками ждать? Ну, еще назначено, пока еще она частное лицо. То есть рановато, да? А что происходит на Украине? Что это за глупость с запретом русского языка? Это, ну, как глупость-то, это целенаправленная, методичная, системная работа по полному, тотальному выдавливанию русского языка из всех сфер общественной и личной уже теперь жизни, по большому счету, то есть которая ведется уже на протяжении последних почти уже трех десятилетий. Собственно, началась она в 89-м году, когда Советский Союз еще был жив с принятием закона про мовы, где сделан один язык государственный, украинский язык. И сейчас вот все это доходит до той цели, заветной черты, которую украинские нацисты, националисты приближали, как могли, на протяжении значительного времени. То есть с сегодняшнего дня запрещено использовать русский язык сотрудникам различных учреждений, сфер обслуживания и так далее, и тому подобное, образование, медицина и прочее. И, соответственно, людей активным образом призывают строчить доносы о тех, кто смеет в родном русском языке где-то там разговаривать. Эти доносы пошли уже активным образом, причем пошли еще даже до введения этой сегодняшней нормы. Собственно, остался еще год, и за это еще введут солидные, причем очень солидные штрафы. Так что сейчас пока еще будут ограничиваться предупреждениями, выговорами, требованием там, значит, уволить сотрудников. Кстати, уже некоторые работодатели в Киеве, на Украине, вывешивают такие объявления, что все, я попросил всех своих сотрудников, которые отказываются переходить на украинский язык, писать заявление об увольнении. То есть, да, дошло до такого преступления против элементарнейших языковых, этнических прав значительной части населения. Я даже не берусь употребить тот термин «национальное меньшинство», которое согласно закону вроде как применяется. Чхать на 10-ю статью Конституции Украины, где как бы гарантируются права русского языка. Чхать на европейские хартии всевозможные, которые Украина ратифицировала. Но вы обратите внимание, я вот сейчас мониторю газетки, да, европейские, западные. Вы думаете, кто-то обратил там на это внимание? Кто-то заметил вообще эту ситуацию? Да никому не интересно. Да ну что вы? Ну да, миллионы людей на Украине лишаются тех самых элементарных природных своих прав. Но вот зато, когда в Китае где-то там сокращают изучение уйгурского языка в школах, ого, вот тут вся европейская пресса шумит, кричит. А я просто представил, вот сейчас на секунду, да, взять и запретить латиносам в Америке общаться на испанском в сфере обслуживания, там, в магазинах или где-то еще. Да нет, это невозможно. Я там был в районах, где вообще английского не знают по большому счету. Конечно, никакой проблемы нет. Или запретить на русском общаться на Брайтон-Бич, это просто невозможно. Или на китайском общаться в Чайна-Таун, в Сан-Франциск. Вот, кстати, тут шутки шутят. У меня есть коллизия. Пит-пиздец и пит-пиздец. Пит-пиздец и пит-пиздец. Тому. И смотри так, какое написано в Сан-Франциске. Причем, на самом деле, да, известная фраза, это, по-моему, еще в 14-15-м годах, это он мэр, по-моему, какого-то города. Вот, причем это же тоже не украинский язык, по большому счету. Слово «здесь» на украинском нету, да, то есть, и, соответственно, получаются вот такие коллизии. Вот. А в Одессе так все и продолжается, это сегодня. Та-ка-ка-ка. Сек, яблоко, сек. Яблоко, гостерин. На что вы пойдете? Пока не знаю. Сейчас еще смотрю. Делайте меня. Радим. Ну там много еще, поэтому не будем вас мучить. Но народ как спокойно говорил по-русски, так и говорит. Ну понятно, и Одесса, и Донбасс, как говорили, так и будут говорить на русском, чтобы их там через колено как бы не ломали. Ясное дело. Но вы же понимаете, какой вал доносов сейчас уже пошел и сколько еще будет идти. Ведь вот этот самый, господи, Шпрехенфюрер, глава, омбудсмен мувный на Украине, он ведь вывесил уже методичку, как нужно стучать, как надо фиксировать эти нарушения языкового закона, куда отсылать, как мы будем реагировать, как мы будем наказывать те или иные предприятия. Зеленский обещал все эти годы, да, последние там два года, которые он рулит и, собственно, во время предвыборной кампании. Да какая разница, на каком языке люди говорят. Да ну что, не будем мы в это вмешиваться. Да никогда вообще трогать не будем. Но эти же законы он лично подписывает. Эти законы голосуются его фракцией, его партией, монобольшинством. Да нет, ну Зеленский абсолютно лживое создание, это же понятно. И фрагмент из какого-то фильма, который я показывал, он же не случайный. Это показывает уровень как интеллект этого человека, так и его образование. Владимир Владимирович, спасибо большое. Понимаю, для вас сегодня такая личная трагедия, потому что, конечно, хотя вы и гражданин России, и Донецкий, но... Болит душа за них. Болит за них душа. Конечно. Ибо не ведают они, что творят.